Мне нравится, что вы больны не мною, мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шарм с земной не уплывет под нашими ногами. Курсанты летной школы-интерната, кроме формы, на первый взгляд, ничем не отличаются от учеников 10-11 классов средних школ. Те же уроки, те же друзья, только о будущем после учебы знают чуть больше и конкретнее. Летные училища и военная карьера. Вот уже к сегодняшнему дню мы посмотрели более трех тысяч выпускников нашей школы. Они, ну, многие, большинство связали свою жизнь с летным делом, со службой вооруженных сил. Но где бы они ни находились, всегда они проявляли себя людьми в высшей степени, достойными и очень часто героическими. Главное достоинство переоборудованных кабинетов – симулятор полетов. Теперь для теоретической и практической подготовки к управлению настоящим самолетом используют ВИАР-очки. У нас свободное время, среда пятится, мы приходим, летаем. Вы пробовали уже летать вживую на самолете? Вживую, да. Я летал на Як-52, меня учили, я как второй пилот был, летчик. И там все совсем по-другому, но не отличаются. Такие же все действия, так же все отрабатывается. Курсанты пока только мальчики, живут в казарменных условиях. Для девчонок пришлось бы строить отдельное здание, но манит летное дело очень многих. Была моя детская мечта как-то. Смотришь в небо и видишь, что-то манящее, что-то такое интересное, что же там. И вот для меня вот эти пять прыжков были как толчок в будущее, как осознание того, что небо – это мое, и я хочу продолжать дальше. Сегодня прыжок до рыбы удовольствия, я вам скажу, пять тысяч стоит, да. Поэтому огромное вам спасибо. А пацаны вообще, ну я так скажу, три прыжка сегодня является бонусом при поступлении в любое авиационное училище. Это вот то есть при равных прочих, у них три балла есть. Летная школа – краевая организация с высоким статусом, так что ее продолжат развивать и оснащать. Но дело это не быстрое. Только на проведенный ремонт ушло три года. Мы разбирали все ящики, все это доставали, переносили на склада временно. Это был уже конец прошлого года, где-то примерно с середины апреля. Мы помогали, тоже, конечно, совмещали с учебой, когда свободное время и нигде не задействовано, помогали здесь все делать. Мы сделали учебный корпус. Теперь, так как пацаны проживают в школе-интернате, будем совершенствовать спортивную базу, где проживают базу. Планов громадьё, как минимум, еще на три года. Сами сотрудники о модернизации говорят, такого больше нет нигде. Школа стала образцом для подражания. А именно такой и должна быть организация, выпускающая будущих героев и патриотов Родины. Ура! 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 Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.